Гарри Кимович, но если можно, да, вот давайте о будущем России в понимании того, что Путин сейчас в России, ну, абсолютный диктатор, ну, то есть выборы много лет фальсифицируются, политической оппозиции нет, она либо в могиле, либо в тюрьме, либо за границей, соответственно, Росгвардия своими дубинками может разогнать абсолютно любой митинг, тем более, что и митинги в России запрещены. То есть вот с пониманием вот этого всего, то что, выходит, что Путин для России навсегда, ну, точно так же, как Фидель Кастр для Кубы, который до глубокой старости был при власти, а потом родственнику эту власть отдал, что и с Россией точно так же будет, как с Кубой? Нет, так, конечно, не будет, и я думаю, что перемены в России, на самом деле, не за горами, и они напрямую связаны с украинской победой. Я буквально с первого дня полномасштабного вторжения говорил о том, что начало перемен в России и начало краха путинского фашизма – это день, когда украинский флаг будет поднят в Севастополе. На самом деле, вот эти вещи связаны между собой, сообщающие сосуды, вот как бы. И мне очевидно, что поражение в войне, оно создает ситуацию, в которой режим не может удержаться. Ну да, в Росгвардии выскали, прекрасно, но после разгрома, я надеюсь, в следующем году уже, российской армии, в Россию хлынут обратно сотни тысяч озлобленных вооруженных людей. Какая Росгвардия там? Что им делать? На самом деле, это означает, что эта страна погружается в хаос, потому что сдержать эту силу никто не сможет. Они будут вооружены, большинство из них вернется вооруженными. Какое-то количество беженцев вернется, естественно. Понятно, что начнется тотальный хаос, связанный с тем, что все системы вертикальной власти начнут давать сбои. И вот тогда начинается новая история, и снова мы возвращаемся к позиции Запада. Готов ли Запад активно в этой истории участвовать, поставив категорическим условиям снятие санкций? Потому что только снятие санкций может дать России какой-то шанс вообще выправиться. В зависимости от выполнения следующих требований. Первое, это, конечно, полное освобождение всех украинских территорий, включая Крым и Севастополь. Я всегда выделяю Севастополь как отдельную единицу в договорах, которые заключались между Россией и Украиной. Это выплата репараций в соответствии с международными оценками. Это может быть огромная сумма, конечно. И это самое главное здесь, мне кажется, сейчас. Привлечение к суду военных преступников. Вот готов ли Запад настаивать на том, что военные преступники, включая самые высокие чины, будут привлечены к уголовной ответственности в рамках международного трибунала по Украине? Кто может гарантировать со стороны Российской Федерации выполнение этих требований? Кто, если Россия распадется на удельное княжество? Так вот, дело в том, что что теперь делать? А если в России сохраняются какие-то еще потенциальные возможности для функционирования в рамках единого государства, что не очевидно на самом деле, то эти условия придется выполнять. На самом деле, а куда деться? В России нужно снять санкции. Это не означает, что, как говорится, все территории остаются как бы под одной крышей. Течня, Дагестан, Башкортостан, Татарстан, может быть, Якутия. Будущее России, если оно у нее есть, я все время подчеркиваю, это свободный союз народов, типа такая конфедерация. А, скорее всего, экономические интересы могут сохранить значительную часть территории вместе. Но для этого нужно опять последовательная позиция Запада, который готов использовать золотой ключик снятия санкций для того, чтобы воздействовать на ситуацию в России. Но перед тем, как это случится, надо дать Украине необходимое количество оружия, чтобы как можно скорее выиграть войну. Потому что затягивание войны – это, на самом деле, усугубление хаоса. Неужели говоря о том, что каждый день в Украине гибнут люди. Гарри Кометрович, мы вот Украину, на самом деле, очень постепенно преодолевали, знаете, вот это недоверие Запада. Касательно нашей решимости отстоять свою независимость. Ну, вот в самом начале этого российского вторжения нам даже отказывали в оружии. Нам давали пехотное вооружение, партизанское, стрелковое оружие. Нам боялись давать что-то более серьезное, потому что не верили в нашу победу. И спрашивали НАСА, зачем же нам давать что-то вам серьезное, если завтра оно окажется в руках у российской армии. Мы преодолели это. Мы получили бронетехнику, получили дальнобойную артиллерию. Но вот следующего шага с авиацией, с танками, с дальнобойными ракетами – вот этого нет. Вот мы закляклы, остановились на вот этом этапе и дальше не продвигаемся. Возможно, вам со стороны виднее, почему так? Ну, казалось бы, мы доказали свою готовность, свою решительность отстоять свою независимость. Чего все-таки боится Запад? Почему не делится с нами оружием? Вы частично уже это упоминали, вот смешные вот эти пояснения, что нам оно само, мол, надо, и у нас и не хватает этого всего. Но, тем не менее, вот если можно, немножко более развернутый ответ. На самом деле, когда мы говорим «Запад», речь идет про одну страну. Потому что выяснилось, что в Европе на сегодняшний день, в общем, этого оружия просто нет. Другое дело, что в следующем году оно, кстати, будет. Потому что европейская промышленность военная быстро перестраивается. И в следующем году, я думаю, что действительно мы увидим изобилие самых разных видов вооружений, которые годами не производились. Я думаю, что немецкая компания «Райн Метал», которая сейчас купила испанскую производственную оружие крупнейшего за, по-моему, миллиард двести миллионов евро. Они явно готовятся к увеличению производственных мощностей. То есть Европа будет это делать. Но пока этого нет. В Америке все это есть. Но для Америки вопрос упирается именно в цель войны. А на сегодняшний день эта цель не сформулирована. Значит, как вы правильно сказали, Америка на первом этапе ничего не давала. Только джавелин и стингеры. Да, действительно, совершенно позорная была позиция. К сожалению, она была поддержана американскими исследовательскими институтами. Был доклад «Райн Корпорейшн». Я про это писал еще в январе месяце, еще до начала вторжения. О том, что украинская армия не сумеет реально сопротивляться. Поэтому давать это оружие бессмысленно. И эти тезисы повторил генерал Милли, командующий комитетом штабов американских, на слушательных конгрессе 2-3 февраля этого года. Именно поэтому принято было решение ограничиться теми видами оружия, которые хороши для партизанской войны. В первую очередь, стингеры и джаглеры. Интересно, что те же самые люди, которые считали, что афганское правительство сможет удержаться после войны американских войск, и оказались неправы, они допустили ровно обратную ошибку в отношении Украины. Я многократно спрашивал о том, почему люди, которые допустили два таких гигантских среди этих промаха на протяжении шести месяцев, почему они до сих пор принимают какие-то решения. Вообще в бизнесе это выгоняют. Но пока мы, к сожалению, не видим, что ни в американской разведке, ни в Пентагоне перемен не произошло, хотя совершенно очевидно, что они полностью, как говорится, оказались, ну, сели в лужу. Но сейчас они понимают, что все подошло к тому, что передача Украине вот типов оружия, про которые вы говорите, мы говорим про танки, мы говорим про ракеты уже о максимальной дальности, до 300 километров, мы говорим про дроны, Грей Иглс, вот это уже такие, а мы говорим про самолеты, хотя бы F-16. А это уже оружие победы. Совершенно очевидно, что с получением этого оружия Украины передает решающее наступление. Во-первых, потому что дальнобойные ракеты, вот то, что сейчас Хаймерс дает 75 километров, если дальность будет 300 километров, то это означает, что уже вся территория Украины сегодня, контролируемая российскими войсками, попадает под обстрелы. И более того, даже ближние пограничные районы, в которых хранится оружие, тоже окажутся под ударами. То есть очевидно, что даже вот эти ракеты уже дадут серьезный перелом. Танки – это то, что необходимо для перехода в наступление, самолеты – это все-таки для господства воздуха. Ну, Грей Иглс, мы в кино видели, это, конечно, это суперсовременное оружие. Модификация 1-4 ракеты, вот Hellfire более совершенно 8. Конечно, появление таких дронов в небе Украины закрыло бы, конечно, это небо, и вообще ликвидировал вообще все вопросы о том, может ли Россия продолжать вот эти чудовищные преступные ракетные обстрелы. И мы этого не видим, и совершенно очевидно, что пока американская администрация, как ни трагично это говорить, она не готова к тому, чтобы передать Украине оружие, которое обеспечило бы скорейшую победу.